Итак, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Женя Гейн. И сегодня я снимаю влог о том, как я готовлюсь к операции по увеличению груди здесь, в Америке. Я решилась на это. Кстати, я думала об этом уже 4 года. В прошлом году я почти уже собралась на операцию, но у меня случилась такая смешная история, о которой я чуть попозже расскажу. И я отменила операцию, а в этом году все-таки я уже пошла на этот шаг и решилась. И сегодня у меня операция в 3 часа дня. Брови у меня черные, потому что я нанесла краску специально для бровей. Они как бы еще в процессе. Делаю окрашивание бровей перед операцией, чтобы после выглядеть более-менее нормальной. Ресницы не наращивала, уже не стала. Макияж нельзя делать в больницу, поэтому в общем только будут у меня накрашенные брови. Когда я их смою, они станут, конечно же, светлее. Сейчас просто краска на них. Вот пока краска действует, я хотела вам немного рассказать. Попозже я покажу вам свою сумку, которую я собрала с собой в больницу. Конечно же, я переживаю, волнуюсь, стараюсь не думать ни о чем, как бы расслабиться, просто получать удовольствие. И уже раз я решилась на такой шаг, то идти до конца. И больше всего, конечно, я переживаю насчет наркоза. Я не знаю, почему у меня этот страх из детства. Именно про наркоз, столько разных историй. И вот, наверное, больше всего я этого боюсь. Самой операции я не боюсь. Потом, как бы, последствий в плане заживления, то, что больно. Я этого тоже не боюсь. Вот единственный страх у меня – это наркоз. Но я думаю, что все будет хорошо. Перед операцией я делала диету специальную. Я не пила алкоголь. Я не ела имбирь. Я не ела... Нельзя принимать витамин Е. Вообще, как бы, если вы какие-то добавки принимаете, лучше вообще от всего отказаться. Всякие бады, таблетки перед операцией. Стараться правильно питаться. Я кушала очень много шпината. Я ела печень. Я ела гречку. Я делала смузи себе из одуванчика. Листья одуванчика тоже очень полезны. И даже после вот этого всего процесса я их тоже буду кушать. Они очень на кровь хорошо влияют, так как внутри есть витамин К. И готовилась, в принципе, я... Ну, недолго, как сказать, хотя бы недельку я точно не ем всякой вредятины. Потом, а если вы курите... Ну, я не курю, так что, как бы, мне не нужно там бросать. Ну, даже сейчас уже рекомендуют не бросать, даже если вы курильщик. Потому что это стресс для организма. Перед операцией не нужны никакие стрессы. Вот. Хочу немного, наверное, рассказать, как это все было. Я ходила на консультацию два раза в этом. В Америке в прошлом году я посещала одного хирурга. В этом я посещала абсолютно другого хирурга, которого вы мне порекомендовали. Он мне очень понравился. И вот скажу вам сейчас такой момент. В Америке здесь не нужно сдавать анализы. Никакие, если вам нет 50 лет. Там 45-50. Если вы себя чувствуете здоровым, у вас все в порядке, вы ни на что не жалуетесь, нет никаких у вас видимых таких отклонений. Вас вообще, вам не назначают никаких анализов. Год назад я думала, что, может, я попала к каким-то странным хирургам, что они мне говорят, что не нужно сдавать анализы. Но в этом году все это подтвердилось уже с другим хирургом. И это якобы по американским законам здравоохранения. Если девушке до 45 лет, и у нее все в порядке с организмом, ей не нужно сдавать анализы перед операцией, ей не нужно делать снимок груди. Вообще здесь, как бы в Америке, нельзя делать снимок груди, если вам нет 45-50 лет, и если вам не назначил врач. То есть просто так, как у нас, нельзя прийти и сделать себе снимок груди. Кровь, биохимический анализ, свертываемость, ничего не проверяют. Затем я делала опрос среди своих подруг, которые тоже здесь делали операцию. Никто не сдавал никакие анализы. В общем, все спокойненько шли без анализов. Я не знаю, с чем это связано, но вот такое огромное различие между Россией, нашими странами СНГ и Америкой. Если у нас вы сдаете вот такой перечень, даже делаете УЗИ вен на ногах, то здесь вообще как бы этого ничего не делаете. Я даже спросила у своего хирурга, якобы почему вот в России якобы так, а у вас нет. Он такие, нет, у нас не так. Хотите, если вот вы, говорит, что себе плохо чувствуете? Я говорю, нет, у меня все в порядке. Ну, значит, все в порядке. Так что вот такие здесь правила. Идете без анализов. Делаю я операцию в Тампа. Здесь у нас очень классный хирург. Я потом оставлю все ссылки на него. Если буду, кстати, делать это видео, я еще сомневаюсь, буду ли я его выпускать. Ну, хочется, конечно, поделиться именно опытом в Америке. Как бы у нас в России многие делают операцию. А в Америке как бы редко кто делает и редко кто про это снимает видео. И, кстати, очень удивительный факт. Примерно 7 лет назад я следила за одной девочкой в социальных сетях. И она делала, кстати, себе увеличение груди где-то в США. Я так помню, я запомнила ее фразу, она говорит, девчонки, типа, если уж соберете сделать грудь, то только в Америке. Только в Америке увеличивайте себе грудь. И я так запомнила эту фразу, но всю жизнь она мне где-то запала. И вот сейчас такой вот момент, да, получается, какие-то мечты наши сбываются, где-то подсознательные. Если я себе и думала, что, да, я тоже хочу увеличить, да, я тоже хочу такие красивые себе сиськи, да, значит, мне нужно в Америке это делать. И вот я в Америке, я тебе это делаю. Так необычно. Все наши мечты сбываются. Еще, кстати, у меня была фотография с красивой грудью, но на моей карте желаний. Вот не поверите, ее я составляла 2 месяца назад, эту карту желаний. Даже, ну, 2,5. И прям примерно в центре у меня фотография с красивой грудью. И, кстати, я сделала фотографию, взяла фотографию Скарлетт Йоханссон, она в таком красном платье. Очень популярная ее фотография в интернет. И именно ее я повесила на Vision Board, на свою карту желаний, и хотела себе именно вот такие груди. Покажу, что я беру с собой в больницу. И поснимаю, наверное, в больнице еще как-то, что. Но я знаю, что я приезжаю, меня еще раз будет смотреть доктор, сфотографировать. И так как первый раз, когда я приходила, он меня пофотографировал, спросил, что я хочу, там, лифтинг или просто объем увеличить. Я сказала, мне не нужна, я не хочу подтяжку, потому что это шрам, это якорная подтяжка, якорный разрез. Я не хочу, они все равно остаются, эти розовые полоски. А потом, когда все заживает, и мы сошлись на том, что мы просто вставляем не импланты, это импланты сами, они как мишки гамми, мишки желе, как мишки гамми их называют. Почему я хочу сделать? Потому что моя грудь, она очень-очень обвисла после родов, очень сильно. И, конечно, этого не видно на фотографиях, потому что я всегда делала фотошоп, я их подтягивала при помощи фотошопа. И без бюстгальтера я не могла вообще никуда выйти. Всегда это смотрелось ужасно. То есть обычную майку без бюстгальтера я не могу надеть, так как у меня сильно обвисшая грудь. И полностью ушел объем. То есть пастородов у меня уже 8 лет прошло, и грудь она не восстановилась, поэтому я хочу ее сделать. Я очень взволнована, и еще я голодная, и еще хочу пить, но нельзя, мне сказали перестать есть вчера до 12 ночи, так как операция в обед, в 3 часа, и, в общем, мне надо как-то продержаться. Но сейчас я хочу сделать еще укладку себе, кудряшки. Я думаю, буду красивой на операционном столе. Переживаю, но такой интересный опыт американской хирургии. У меня, конечно, здесь еще такого не было. И слава богу, это все идет как бьюти, как просто увеличение груди, а не что-то серьезное. Я уже, конечно, вся взволнована. И здесь совсем по-другому. Кстати, еще после операции, мне сказали меня сразу отпустить домой, что мой мужчина меня заберет. Я не знаю, в каком я буду состоянии. Мне кажется, я буду такая, знаете, как после, когда вы пьяная, после наркоза, я знаю, когда вы ходите, вы как будто бы пьяная, и что попало, можете наговорить. Так что я вот тоже за это очень переживаю, чтобы я чего попало, не наговорила. Я надеюсь, если я буду говорить, что попало, то только на русском языке, чтобы он ничего не понял. Я уже приготовила себе два комплекта одежды. В этом я поеду. Здесь у меня просто лосины и футболка, майка. И потом меня переоденут. У меня будет бра специальный, тоже бежевого цвета. И вот этот бежевый костюм. Это штаны. Очень такие простые для йоги, для занятий. И футболочка. Я все погладила, приготовила. И покажу вам сейчас свою сумку, которую беру с собой. Эту подушку я заказала на сайте Амазон. Она специально разработана для послеоперационного периода, именно по увеличению груди. Якобы ее удобно использовать. И я беру ее с собой, так как советовали брать с собой какую-нибудь подушку. Там под спину или под руки, знаете, вот это вот удобно использовать, потому что вот эти два отсека для рук. Еще беру с собой вот этот классный бокс. Я вроде как показывала вам его очень давно в своем видео. И наша подруга-анестезиолог, она выпускает эти боксы послеоперационные. И здесь есть все необходимое для того, чтобы вам быстренько восстановиться после операций. Я уже распаковала и добавила кое-что свое, то, что мне нужно будет, я так думаю, может быть. Вот это я свое добавила. Печеньки органические, с шоколадом. Расческу я свою добавила. И тональный крем, на всякий случай, потому что меня будет забирать мой мужчина, и я не хочу, чтобы он меня видел. Страшную помаду взяла, которую можно нанести на щеки и на губы, как пигмент. И духи, пробник. Остальное все было здесь внутри. Это носочки тепленькие, стакан, термостакан для чая, блокнот, может быть, там свои записи вести, салфетки сухие, масло для лица органовое, затем здесь тоже есть для лица и для глаз сыворотка, и для рук еще кремчик. Code Grey фирма. Затем здесь еще две маски для лица тканевые. Code Grey тоже бренд. И потом здесь идет бальзам, блеск для губ, очень липкий, такой ментоловый. Она говорит, что губы сохнут после операции, очень классно вот улажнять именно такими штуками. Заколка для волос, две резинки, трубочка. Сейчас, кстати, очень актуальны такие трубочки, железные, металлические, извиняюсь, так как они многоразовые, их можно мыть и с собой носить. Ручечка для блокнота. И дальше, что у нас здесь? Салфетки для тела, чтобы подтереться. Чай. Джинджер. Она вот почему-то советует употреблять после анестезии. Вот именно все, знаете, такое с имбирем. Видимо, оно хорошо для профилактики, для иммунной системы. А также здесь, как вы видите, конфеты с имбирем тоже жевательные. Она говорит, очень хорошо их после операции пожевать. Ну что, я почти готова, сделала кудряшки. Идти так красиво. Я знаю, что у нас даже в роддом, да, делают укладки, наращивают ресницы, но ресницы я так и не успела нарастить. Покажу вам сейчас свою грудь без лифчика, без бюстгальтера. Вот она какая обвисшая и плоская. В общем, она, в принципе, должна отсюда начинаться, по идее. Ну вот, чтобы вы понимали, почему я это делаю, потому что на фотографиях оно все равно одно, фотошоп, да, а в жизни я в майке не могу ходить, потому что они висят, очень сильно висят. вот. Так я выгляжу. Ну что, я дома. Сделали мне операцию, все перевязано, пока там бандаж. Операция длилась где-то полтора часа, и после того, как наркоз меня отпустил, меня сразу отпустили домой. Но я чувствую слабость и боль немножко в урбной клетке, сжение. Они мне дали таблетки, я выпила только что. Наверное, усну сейчас. Также я так хотела кушать, я так объелась сейчас супой и шоколадок таких, знаете, протеиновых. Ну, в принципе, пока окей. Но мне уже нравится. Мне уже нравится моя грузь, хотя она так перевязана, перетянута. Так, ребят, всем привет. Сегодня первый день после операции. Прошло где-то 20 часов. Хочу поделиться своими чувствами. У меня сегодня ничего не болит. Я проснулась просто в шоке, потому что я ожидала, что это будут такие адские боли. На мне обычный бандаж медицинский, который я должна буду снять после 48 часов. И могу сразу принять душ. Дышать немного сложно, потому что все это затянуто. И, кстати, мне не вставили никаких дренажей, которые откачивают лишнюю жидкость и кровь. Здесь как бы их вообще не вставляют в Америке. Я не знаю, с чем это связано. И, как я говорила ранее, никаких анализов я не сдавала, потому что до 45-50 лет по стандартам Америки, если нет никаких проблем со здоровьем, на ваше усмотрение, то вам не нужно сдавать никаких анализов. Единственный анализ, который тест я сдала уже в больнице, когда приехала на операцию, это тест на беременность. Затем мне дали комплект одежды переодеться, это специальный халат, шапочку, чтобы волосы спрятать. Очень, кстати, интересно, они мне дали компрессионные гольфы, они будут у меня во время операции, и сказали их не снимать еще 24 часа. Вот. И все, и меня встретила медсестра. Медсестра меня измерила довеление мое, спросила, какая будет операция, в общем, подготовила меня, закрыли шторкой. Это была одна комната, где несколько было таких обычных кроватей, и эти кровати просто огорождались шторкой, как в американских фильмах. Меня посадили на такой стульчик, сразу мне катетер ввели, вену поставила на мне капельницу обычную, потом в которую они вводили уже остальное. Вот. И пока я с ней разговаривала, пришел анестезиолог, поговорил со мной, задал вопросы, там, например, не беременна ли я, или есть какая-то аллергия, или нет аллергии, в общем, такие элементарные вопросы. У меня такой вид, конечно, но извините, я после операции. Затем пришел уже мой хирург, уже стал отметки всякие тут делать, фломастерами, измерять, делать все, чертить, и сказали, все, если вы готовы, можем проходить в хирургию, в хирургический кабинет. Меня отвели в хирургический кабинет, положили на стол, самое страшное, наверное, лежать на таком столе, потому что мне подруга говорит, она просила, чтобы ей сразу наркоз кололи на стульчике, чтобы она не видела вот этот холодный стол хирургический, и так и сделали, но я ничего не просила, в принципе, я легла уже на стол, а самое интересное, мой анестезиолог оказался, мы с ним разговаривали, и его мама, оказывается, украинка, папа румын, но он всю жизнь как бы здесь прожил, и сейчас работает анестезиологом, по-русски не разговаривает, но тем не менее, было как-то так приятно, и он мне делал наркоз общий, сначала они мне вели такое расслабляющее что-то, то есть не резко вас вырубают расслабляющий укол, я просто начала, знаете, как будто я пьяная, у меня начала кружиться голова, я так успокоилась, уже все окей, и потом мы начали больше и больше разговаривать, они мне положили валик под ноги, укрыли меня, и он уже вел, видимо, анестезию, и я уснула полностью, урубилась, очнулась уже в той же комнате, куда я пришла, и на меня стали тут же надевать футболку, одежду, которую я приготовила, специально для того, чтобы выехать уже, и буквально через полчаса, как я отошла от анестезии, меня погрузили в машину моему мужчину, который ждал меня рядышком, они ему позвонили, сказали, операция закончена, забирайте вашу женщину, и все, и меня даже, знаете, я там даже, можно сказать, не отходила в этом кабинете толком, вот здесь такие правила, в Америке вы не остаетесь на ночь, вы едете домой, и на следующий день у меня прием у доктора в 10 утра, то есть, я должна буду опять ехать в больницу, чувствую себя нормально, немного, знаете, так кружится голова, немножко чувствую стяжесть, сдавленность, болевые ощущения, но все довольно-таки терпимо, мне дали антибиотики, чтобы я сегодня на ночь выпила, дали обезболивающие таблетки, прописали, так понимаю, это наркотики там какого-то рода, да, не знаю, буду ли я их пить или нет, посмотрим по моим болевым ощущениям, но хочется уже уснуть, просто лечь спать. Так, дичонки, я хочу вам показать чудо чудесное, что меня просто спасает после операции, это матрас, который тот специально купил для меня, который идет с пультом, вы просто нажимаете на кнопочку, и у вас спинка поднимается, вот, а он еще memory form, дышащий, еще с вибрацией, ноги тоже можно поднять, в общем, это такой кайф после операции, если у вас есть такая кровать или матрас, девчонки, вот прям, очень помогает, без нее я даже не знаю, не знаю, как бы я справлялась, встать самостоятельно сложно с кровати, очень сложно, это нужно все равно, чтобы вам кто-то помогал. Итак, всем снова привет, сегодня примерно пятый день после операции, как вы заметили, я уже успела нарастить себе ресницы, и советую всем, кто привел к макияжу, все-таки перед операцией максимально сделать все, что вы любите, например, нарастить ресницы, покрасить брови, сделать маникюр, педикюр, депиляцию и все возможные процедуры, которые будут сохранять ваш внешний вид довольно-таки долго, хотя бы недельку, да. Дело в том, что я чувствую себя очень хорошо, я ожидала, что мне будет хуже, потому что я, когда всех расспрашивала, еще смотрела различные блоги, то, что девчонки прям неделями не могут стать вообще скрывателем, то есть я этого и ожидала, как вы знаете, у меня на следующий день была запись к хирургу, через 24 часа получается, на следующий день я поднялась, поехала на осмотр, мне сняли бандаж, он посмотрел на мои груды новые и разрешил мне посмотреть на них, хотя зря он это сделал, потому что я вначале, знаете, думала, что все, уже у меня сейчас будет все прекрасно, смотрю на себя в зеркало, а там просто кошмар, просто кошмар, никто нигде не предупреждает, что после операции ваши груди выглядят ужасно, что они не такие, как вы представляете, что сразу уже будут красивые, такие вот стоячие, большие, нет, все ужасно, может быть, хорошо у тех, у кого вообще не было никакого размера, а если у вас такая же проблема, как у меня, что уже грудь как бы отвисла от беременности, вообще уже со временем она у вас где-то там, и вы увеличиваете вашу грудь без подтяжки, у вас будет совершенно другой эффект в самом начале, плюс еще здесь, в Америке, разрешают сразу снять бандаж и сразу посмотреть на свою грудь, то есть следующий день после операции, потому что, как бы я слышала истории в России, в Казахстане, в наших странах, ваши грудь, в принципе, по-моему, не показывают, да, если я не ошибаюсь, вы постоянно ходите застегнутая в этом бандаже, и вы не знаете, что у вас там происходит, а здесь уже сразу, в следующий день, вам их показывают, а вообще через 8, 48 часов, извиняюсь, разрешают принять душ и помыться с мылом самостоятельно, и даже помыть швы самостоятельно, поднимая грудь, у меня швы под грудью, можно поднять грудь, и прям мылом промыть ваш шов, хорошенько водой затем смыть, и затем уже просушить, и разрешают сразу надеть после вот этого бандажа обочный спортивный бра, и здесь еще нет такого, что вы заказываете специальный бра с бандажом, знаете, в России, я тоже видела, прям рекомендуют носить вот эти бра, и где сверху вот такая линия, которая полоска давит на грудь, чтобы она быстрее опустилась, то есть вот этот бандаж, прям рекомендуют обязательно носить вот эту первую 2-3 недели, чтобы ваши импланты якобы не уехали вверх, не знаю, как это возможно, потому что я спросила у своего хирурга, и еще у другого, тоже спрашивала у нашего знакомого хирурга здесь в Америке, он говорит, ну вообще как бы не рекомендую никакие бандажи, ничем специально грудь вашу не сдавливать, чтобы она съезжала побыстрее вниз, может быть это делают в России, потому что хотят уже побыстрее, чтобы вы увидели результат, что у вас все на месте стоит, а вот здесь получается, никто не торопится, чтобы ваши импланты опустились уже вот в эти карманы, как и должно быть, получается, когда я увидела свою грудь впервые, это был ужас, потому что имплант сам вот здесь где-то под ключицей, а моя грудь, она сама болтается вот так как-то отдельно, получается квадратная форма вашей груди и ваша вот эта вот мягкая часть, натуральная там железа, она вот так снизу болтается, то есть это так ужасно, первый день, я думаю, боже, что это такое, он такой говорит, успокойся, все в порядке, все у тебя встанет на место, просто время тебе нужно, через пару недель ты увидишь, что у тебя будет все хорошо, а вообще через 3-6 месяцев у тебя будет все уже в порядке, а то и год, ну как бы они говорят год, обычно 3 месяца, там уже все нормально, красиво, я, конечно, перепугана, сделала фотографии, приехала, давай подругам скидывай, кто в России уже делал, в Казахстане, они мне говорят, о, что-то у тебя ненормально, у нас такого не было, а сами они не видели свою грудь, получается, сразу, то есть, в общем, я напугалась, очень сильно начала служить всех вокруг, меня, мой мужчина успокаивает, говорит, вообще не слушай никого, у тебя все прекрасно, в общем, а душ я не могла делать, то есть, я мыть голову самостоятельно я не могла, потому что руки поднимать нельзя, и вообще желательно, их вообще не поднимать, вот в этой части, вот даже привязать себя к какой-то штуке, чтобы просто вот так вот пользоваться вот таким образом руками, но вот их сами не поднимать, их вообще нежелательно поднимать, выше 90 градусов, в общем, аналогично, я не могу помыть голову, и мне помогал, мой мужчина помогает до сих пор, это, конечно, ужасно, кажется, что вы беспомощная, как какой-то, знаете, инвалид, грубо говоря, да, хочется доказать, что я аж такая самостоятельная женщина, я все могу, но этого делать нельзя, нужно уже, наверное, расслабиться, и получать удовольствие, как говорится, мне тоже он говорит, успокойся, а я же хочу быстро встать, приготовить поесть, завтрак, он говорит, вообще все, сядь, сиди, ругает меня, ничего не делай, и, короче, я ничего не делаю, даже макияж, я уже, знаете, привыкла, вот, получается, я руки не могу поднять, я вот так ставлю зеркало, я вот так вот это пользуюсь, вот это вот макияжем, но так как я уже профессионал, да, могу как-то более-менее себя накрасить, и многие, наверное, сейчас напишут, зачем я крашусь, у меня что-либо реабилитационный период, ну, типа, мой мужчина должен понять, или я такая неуверенная в себе, да, нет, я просто хочу выглядеть хорошо, потому что, вы не можете разогнуть спину, после операции, потому что, вам больно, вы не можете расправить плечи, держать осанку, вы уже смотритесь какой-то сутулой, баба-ёшкой, затем у вас надувается ужасно живот, он спухает сразу на второй день, как будто бы у вас там газы, и плюс вы беременные на шестом-седьмом месяце, вот вам, вот обещаю, у всех моих знакомых, видеоблогеры говорят, что да, вздувается ужасно живот, и получается, вы сутулая, со вздутым животом, плюс вы ещё волосы не можете расчесать, я вот их пытаюсь расчесать, он там не их пытается, я не могу, они у вас запутаны, они у вас, вы, в общем, выглядите как вот этот какой-то, не знаю, сутулый, бурундучок, с животом, непонятными волосами, и вот руки не можете расставить, и ничего не можете сделать, и получается, это вот чувство такое ужасное, но его нужно пережить, вот то есть я уже сейчас, пятый-шестой день, уже хорошо, уже всё, мне легче стало, но те дни боли не было, на второй день вообще ничего не чувствовала, лекарство перестало пить, то есть обезболивающее, только антибиотики пропила, обязательно пейте от запоров, потому что вот они мне дали от запоров, таблетки я не послушала, подумала, зачем мне от запоров, что за ерунда, а это нужно, потому что у нас это естественным образом, после операции будут запоры, я не слушалась, мне очень есть запоры, тут ещё этот живот сдут, и я не могу сходить никуда, или в туалет, извиняюсь за подробности, но вот это такая вот правда, да, плюс вы не можете так сам заняться, потому что вы не можете двигаться, никаких резких движений, вы не можете ничего, лежите как кусок какой-то, знаете, который даже встать не может нормально с кровати, нужна помощь, и вот он мне помогал, хорошо, что у нас вот эта кровать с пультом, да, что вот в принципе я спинку эту могу поднять, он всю ночь со мной тоже мучается, спит в этом положении, почти сидя, потому что нельзя полностью ложиться, нужно немножко как бы сидеть, чуть-чуть спать, и только на спине, ужасно мучаешься, потому что я не привыкла спать только на спине, но скажу вам огромный плюс этого вообще способа спать на спине, вы просыпаетесь без каких-либо отеков, без каких-либо припухлостей, морщин, и вы выглядите так хорошо утром, потому что спите на спине, вот ради этого нужно просто учиться спать на спине, вот прям я даже хочу, чтобы у меня эта привычка осталась, а сейчас я не могу ни обнять, ни на бочок, лежу на этой спине, встать не могу, в общем, девчонки, это не больно, мне не больно абсолютно, я могу ходить, мне хорошо, все классно себя чувствую, вообще нету боли, про которую мне говорили, но единственный вот этот минус, который меня именно колбасит, что я беспомощная, я не могу ничего сделать, и я просто сижу, ем, смотрю телевизор, там что-то засыпаю, очень тянет меня в сон, я постоянно засыпаю, но это понятно, у меня организм восстанавливается, грудь я каждый день вижу, я фотографируюсь, она становится лучше и лучше, пропадает вот этот отек, а это квадратный, потому что отек, импланты потихонечку, видно, что они чуть-чуть уже сползают вниз, они будут еще лучше, и уже результат, то есть мне нравится, я в этом бра, и бра, обычный бра, этот противный, можно сказать, который застегивается спереди, они вообще не советуют их перетягивать, супер, не нужно, он говорит ничего, не надо суперутягивающий бюстгалтера, обычный возьми, который просто будет держать твою грудь, с широкими бретельками, на замочках спереди, и все, главное, чтобы он держал, не надо, чтобы стягивало, что ты дышать не можешь, но, конечно, первые дни ты дышать и так не можешь, потому что импланты устанавливают под грудную мышцу, и вы чувствуете себя, как будто вы не можете вздохнуть, вздохнуть, особенно страшно, когда вы хотите пчихнуть, это, представляете, я один раз захотела пчихнуть, я начала вот так набирать воздух, его легкий, я понимаю, что у меня вот сейчас как будто разорвется все, я прям себе нос закрыла, пытаюсь остановить, чтобы не пчихнуть, потому что я знаю, что это будет так больно, и все равно пчихнула, но это как бы так терпимо, и не очень сильно, вот вставать и ложиться на кровать, это вот какой-то челлендж, потому что вы не можете напрягать брюшную полость, ваши мышцы на животе не работают, если вы как-то поднимаете свой корпус за счет мышц, то теперь вы не можете поднять, и приходится как-то отталкиваться боком, и то вы не можете давить на локти, на руки, потому что это пресс тоже на имплант, это очень тяжело, вам обязательно нужна помощь, чтобы вставать как-то с кровати, первые, вот первые дни, неделю, может даже больше, потому что вот это самое тяжелое, оно не болит, оно все классно, лично у меня, я не знаю, может быть сейчас уже какие-то технологии, мне подруга вообще рассказывала, она в Швейцарии делала последний раз, так и там уже в швы, вводят ледокаин, то есть ты уже не чувствуешь, в принципе, боли во время реабилитации, может быть здесь они делают точно так же, да, я до конца не понимала, а потому что одна походила, на все консультации, не пускают вдвоем, ни с кем, ни с подругой, ни с мамой, ни с бойфрендом, потому что ковид, и по закону, ну по правилам, только один пациент в маске, и только наедине с хирургом, еще самое смешное, что я выбирала размер, консультировалась со своим мужчиной по фейстайму, то есть он по видеосвязи, сидел в машине внизу, не мог подняться, потому что ковид, и мы подбирали эти импланты, вставляли их в бра, и в общем это было непонятно, но мы все-таки сошлись, и уже потом, когда у меня грудь заживет, через месяц, грубо говоря, после операции, я сниму скоро для вас видео, окончательный результат, покажу, вот вы уже увидели, как это до было, потом я ставлю, сравню, в той же майке, покажу вам при освещении, при том же, какая разница, расскажу размеры, цены, и вот в принципе это челлендж, который мне пришлось пережить, грубо говоря, все прекрасно, все хорошо, вот, не знаю еще, какие вам нюансы, если есть какие-то у вас вопросы, задавайте их в описании под этим видео, я потом уже, когда второе видео сниму про операцию, я вашими вопросами воспользуюсь, отвечу на них, вот, а так в принципе, фу-фу-фу-фу, все прекрасно, хорошо заживает, ничего не болит, единственное, некомфортно спать, вставать, вдыхать, купаться нельзя под водой, то есть, бассейн нельзя ходить, джакузи нельзя ходить, душ можно принимать, и потом очень тщательно вытирать на сухо себя, но вот подводные процедуры никакие нельзя, и всегда вы должны быть в бра, спать вот в этом лифчике, только через месяц его разрешают снять, и уже через месяц разрешают жить нормальной жизнью, как вы и раньше жили, но тем не менее, я знаю разницу, что в России нельзя мыться сразу, здесь сразу ты можешь принять душ, потому что я знаю, что мои швы заклеены скотчем, специальным, водонепроницаемым, то есть, я поднимаю, там у меня такой тонкий скотч, и может быть, поэтому можно принимать душ, не знаю вот этих всех нюансов, вот, и импланты у меня, они мишки гами, то есть, у них внутри уже не силикон, там не жидкость, а они по составу, если даже их разорвать, то это будет плотный состав, как жиле мишки гами, их называют здесь, уже в следующем видео я могу сказать вам бренд, потому что сейчас я не найду свою карточку, наизусть я не помню, но я знаю, что эти импланты, вот они как мишки гами, они внутри, жилеиные, они не растекаются, и в общем, гарантия пожизненная, но все равно советуют менять каждые 10 лет во всем мире, хоть там и говорят, нет на всю жизнь, но как бы рекомендуют менять каждые 10 лет, в общем, посмотрим, в следующем видео я вам уже расскажу побольше, и задавайте ваши вопросы, все, всем, ребят, спасибо, пока-пока, пока-пока,